Дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами сегодня в эти дни переживаем величайшее событие мирового космического масштаба, это Страстная Седмица, когда Господь идет на свои вольные страдания. И каждый день Страстной Седмицы, он именно ознаменован вот этим церковным отпустом, который начинается словами «идет Господь на вольную страсть», то есть на вольное страдание нашего ради спасения. Это событие, это настолько концентрированное Евангелие, как говорят все наши проповедники, которые заставляют нас не просто умом погрузиться в эти прошедшие времена, но погрузиться сердцем, погрузиться молитвой. Для чего нам нужно так глубоко погружаться? На это мы находим замечательный ответ у преподобного Симеона Нового Богослова. Который жил в одиннадцатом столетии, вот этот угодник Божий пишет, когда мы не сходим в свое сердце, в свой гроб, это называется, а как мы туда сходим? Какая лестница туда? Лестница следующая. Через покаяние и глубочайшее смирение, то тогда туда восходит вслед за нами Сам Христос. Для чего? Для того, чтобы воскресить, поднять наши души. Для того, чтобы помочь нам победить, победить дьявола, как когда-то он его победил. Вот для чего нам нужно эта Страстная Седмица, чтобы правильно, чтобы торжественно и радостно встретить праздник Воскресения Христова. Поэтому задача у каждого из нас – постился человек. Даже если он не постился, хотя бы вот эти дни, часы до Воскресения Христова обратить к своему спасению. Через покаяние и глубокое смирение призвать Господа, увидеть свою греховность, исповедовать ее, постараться сделать добрые дела. Тогда мы праздник Пасхи, который наступит, вот-вот воспримем совершенно по-другому. Воспримем со слезами на глазах, но это будут слезы радости и собственного недостоинства. И желаю каждому из нас радостным сердцем, радостной душой и радостным сознанием, умом встретить Пасху Христову. Аминь. Пасху Христову. Аминь. 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 Продолжение следует...